Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы снимем снова видео на проекте Amazon Replay, сегодня я вам покажу эксклюзивную машину, которая есть в Венте, она сейчас сидится на серваке, я думаю вам это будет очень интересно, потому что я сам хотел эту машину протестировать, и наконец она попала ко мне в руки. В этом видео я вам расскажу, стоит вообще на нее копить монеты, чтобы потом обменять в Венте или нет, ну пацаны, смотрите видео от начала до конца, также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, можете еще вводить мой промокод, если вы еще не играете на Мазинге, мой промокод пишите капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервере в Мазингхолиплей, желаю всем приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж пацаны, беру на тест очень интересную машинку, я думаю по названию ролика вы уже поняли, это Мерседес, вот такой вот из Ивента, который один на серваке на данный момент. Сейчас короче берем ключи и поедем протестируем короче эту машину, потому что мне интересно что она из себя представляет, канистры в багажнике, понял хорошо. Сейчас посмотрим вообще стоит ли на эту машину задротить на Ивенте, не стоит, чисто такое будет информативное видео, обзор на эту машину, потому что обзор на эту тачку еще никто не делал, я надеюсь что я буду первый. Я снимаю это видео получается 16 числа, ну а скорее всего вы это видео увидите 17 числа, а Ивент у нас получается до 20 числа, поэтому есть все шансы накопить на эту машину, если немножко позадротить. Посмотрим Ивентик, сколько вообще монет стоит эта машина, так где у нас тут магазин, военный обменник, вот военный обменник, так военные монеты получается, и Мерседес у нас вот этот стоит из X класс получается 9000 монет, вот этот Мерседес, который вы сейчас видите на экране стоит 9000 монет, и на него нужно было очень долго задротить, поэтому это реально жестко по цене. 9000 монет, и вы получаете себе вот такой вот автомобиль, так вот Мерседес, Бенц, X класс, номера нету, установлен уже чип тюнинг получается, сигнализация, антирадар, аудиосистемы нету, и установлен дополнительный баг, целостность 100%, гос цена 499 рублей. Вот я всегда не понимал, почему, сука, они делают такие редкие типа машины охуительные в Ивенте, но они не могут, блять, нормальную госку сделать. Человек, понимаете, задротит сколько времени, и вы даже не можете ему нормальную госку сделать, но сделали бы госку хотя бы, ну, 5 миллионов, 10 миллионов, блять, а то человек задротит, задротит, блять, потом хуяк, блять, машина, а у него госка 499 рублей. Ну, нахуй такие приколы нужны, типа, жалко сделать госку нормальную, да и чё, человек всё равно и дорого продаст, даже с такой гоской, я не спорю, но, блять, было бы приятнее, когда ты выбиваешь машину, когда ты задротил, сука, и у тебя госка нормальная. Мне кажется, так было бы намного приятнее. Так, всё, выезжаем напрямик, короче, тапочку в пол, и сейчас посмотрим её максимальную скорость. Максимальную скорость у неё 201 км в час. Не, ну, это, в принципе, неплохо, но, блин, если вы делаете уже редкие машины с ивента, там, делайте их уникальные, ну, там, максималочку сделайте очень хорошую, там, хотя бы 250 бы сделали, я считаю, было бы круто. Сделайте нормальную госку. Да, вы красавчики то, что создаёте такие интересные ивенты, там, надо немножко это дорабатывать, потому что, ну, люди хотят получить что-то уникальное. Да, это сама по себе машина уникальная, она одна на серваке, пока что. Кстати, большое спасибо Владу Реалу за то, что он мне дал эту машину на тест, потому что её ни у кого нету, пацаны. Она одна на серваке, понимаете? Одна единственная на серваке, и я хотел её затестировать. Очень хотел затестировать, и, наконец-то, у меня это получилось. Под капотом у нас здесь, в принципе, всё вроде бы как прорисовано, вроде бы всё нормально видно, и это хорошо. Моделька нехеровая, так сказать. Сзади у нас тоже, получается, скрывается багажник, и это тоже круто. Это тоже, в принципе, круто. Больше всего, что мне в ней понравилось, это то, что она четырёхдверная, пацаны. Вот у меня, допустим, есть автор, он двухдверный. А здесь машина четырёхдверная, вы можете даже вот назад сесть. Вот это мне в ней очень сильно понравилось, то, что вы можете сесть четвером в машину. Не вдвоём, в принципе, как в авторе, хотя можно в кузов залезть. Как бы вот, можете в кузов залезть и тоже ехать. Ну, видите, можно на ней ездить, как бы, ещё и в кузове. Это круто, пацаны. То есть, вы можете просто сесть четвером и ещё в кузов люди загрузить. Вот это реально очень круто. Как бы, это конкурент Raptor. Но Raptor дешевле она много раз, чем эта машина. Вот эту машину можно продать, мне кажется, спокойно за 50 миллионов. Если не дороже, потому что она единственная серваке, пацаны. И тем более, это пикап Mercedes. X-класс, пацаны. Но она реально больших бабок стоит. А Raptor вы можете купить, там, ну, за 3 миллиона, за 4 миллиона. Можете купить спокойно. А эту тачку вы легко не купите. Ну, видите, люди не особо на неё внимание обращают. Ну, просто Mercedes, просто единственная серваке. Просто и пикап, и всё. Нет, честно, морда мне нравится. Ну, и как она едет, мне тоже нравится. Но жопа мне не очень нравится. Вот так, в принципе, нормальная тачка. Четырёхместная. Уникальная, симпатичная. Ну, конечно, любители. Они все любят пикапы. Даже вот можно Raptor взять. Но Raptor сколько едет? По-моему, так же самое. Где-то 200. Ну, да, где-то у них максималка одинаковая с Raptor. Ну, видите, даже никто к ней не подходит толком. Всем просто пофиг. Я не знаю, куда можно поехать, чтобы на неё внимание обратили. Ну, шо, попробуем бачочком зайти. Так, давай, малышка. Газуй. Ебать, она бачком валит, пацаны. Не, на ней можно подрифтить. Да, конечно, это вам не BMW M5 F90, но бачком можно подрифтить, реально. Ого, на бачком будет нормально. Влад, ты ещё бы на неё гидравлику поставил, с ивента была бы вообще пушка. Вот аудиосистему и гидравлику вообще бы реально зверь был бы. Просто на Raptor стоит гидравлика у меня. А здесь гидравлики не хватает, чтобы она была вообще ебанутая машина. Потому что Raptor с гидравликой это ебанутая просто машина. И на эту тачку тоже нужна гидравлика. Это 100%. Ну, видите, бачком на нему тоже можно поездить. То есть, вы можете друзей покатать, можете и при желании бачком пораздавать. В принципе, возле останки нам вообще спокойно. Ну, а так, в целом, пацаны, машина огонь. Машина огонь. Да, конечно, любителя. Не, морда симпатичная всё-таки. Морда, да, пиздатая. Жопа, ну, фанри мне не нравится просто. Но жопа какая-то сильно простая. Хотя в реальной жизни, скорее всего, этот Мерседес стоит дохуища денег. Но жопа какая-то у него вообще очень дешёвая и некрасивая. Ну, а так, дисочки красивые. Как бы четырёхместный пикап. Вообще, реально, мне очень понравился. Ну, вы можете написать своё мнение в комментариях, в принципе. Как вам эта машина. Короче, пацаны, я решил сравнить их по размерам. Смотрите просто на Raptor и на Мерседес. Раптор просто такой огромный против Мерседеса. Реально. Раптор здоровый такой. Ну, бля, я не знаю, в жизни, типа, они одинаково такие большие или нет. Но Raptor, знаешь, какой-то более брутальный. Это такой, знаешь, типа, такой мажорчик в пиджачке, знаешь. Это такой брутальный мужик чисто на бицепсах. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...